Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Вчерашний сюжет о том, как остаться украинцем в Швейцарии, вызвал бурю негодования от людей, которые никакого отношения к Швейцарии не имеют, но их очень сильно раздражает, что я являюсь гражданкой Швейцарии. Они, давай зазывать меня в окоп, и давай мне угрожать, что я, имея украинские корни, обязана прибыть в Украину и залечь в окопах. Товарищи, меня ваши запугивания, а также ваши какие-то невменяемые высказывания, неадекватные, меня они абсолютно никак, нигде, ни за что не трогают. И от вашей желчи, которую вы просто так распространяете в комментариях, моя жизнь от этого никак не поменяется. Вы же прекрасно понимаете, да? Поэтому мой вам совет. Занимайтесь сугубо своей жизнью. Я на своем канале делюсь информацией, которая поможет людям, которые не владеют еще в достаточной мере языком, поможет разобраться в ситуации, которую обсуждают в открытой прессе Швейцарии. Она есть в открытом доступе, на сайте SRF 1, на сайте SwissInfo, на немецком языке. Поэтому, если кому-то не нравится мой перевод, моя интерпретация, мое желание помочь украинцам, живущим в Швейцарии, вникнуть в суть вопроса, никто вас не заставляет тут ничего смотреть. Сразу идите на официальные источники. И, как я вам уже говорила, каждую среду по SRF 1 каналу проходит заседание нашего швейцарского парламента, смотрите напрямую и будете точно так же владеть информацией, как это делаю и я. Я ее из пальца не высасываю, каждое мое слово подтверждено документально, его можно проверить в открытых источниках. От того, что вы переходите на мою личность, обсуждаете мою жизнь, почему я сбежала из Украины, по каким причинам, как, где и когда. Опять-таки, ваша жизнь никак не поменяется. Поэтому давайте эту энергию, которую вы просто растрачиваете в холостую на абсолютно чужого вам человека. Я вас точно так же не знаю. Для меня вы виртуальный персонаж, который зачастую даже фотографии в своем профиле не имеет. Развивайте критическое мышление. Только разносторонний, развитый человек может на ситуацию посмотреть с разных ракурсов, взвесить все возможные варианты, которые он услышал, и принять для себя то, что именно ему подходит. Поэтому от того, что нравится вам или не нравится то, что я говорю, опять-таки ситуация не поменяется. Одна Марго заверила, что мои дети поменяли пол в Швейцарии. Она, видите ли, прочитала, что это является нормой. Если вы ожидаете, что на ваши нападки я буду вежливо с вами общаться и допускать ваше хамство по отношению к себе и моей семье, то вы меня плохо знаете. Я за словом в карман не полезу. И на очень неудобные, прямые вопросы, которые я задаю таким вот персонажам, на что они очень сильно возмущаются и называют это хамство, отвечу, я говорю с людьми на понятном им языке. Каков вопрос, таков ответ. Ну а сегодняшний мой сюжет будет по просьбам украинцев, которые живут в Швейцарии, с которыми я абсолютно спокойно, нормально общаюсь. Не знаю, во всех ли кантонах такое нововведение возникло. Поэтому делаю сюжет по кантону Салатурн. А вы меня поправьте в комментариях, люди, живущие в других кантонах, есть ли у вас такие же нововведения и что вы думаете по этому поводу. Потому что, конечно же, люди, которые плохо владеют языком и не знают, для какой цели у них спрашивают подобные вещи, они, естественно, первым делом все воспринимают в штыки и начинают подозревать какие-то там нюансы. Поэтому я отвечу со своей стороны, а вы уже будете решать сами, то есть как вам реагировать на подобную ситуацию. И речь пойдет о следующем документе. Значит, жителям кантона Салатурн прислали бумагу, где просят их своей подписью разрешить сотрудникам социальной службы узнавать истории их болезней. То есть выходить на связь с их лечащим врачом и получать доступ к их личной информации, которая касается здоровья. Конечно же, очень многие люди испугались и стали мне писать, задавать вопросы, с чем это связано, и вообще какое они имеют право, а как же защита личных данных и пациентов. Я отвечу, зачем это делается и в каких случаях это делается в Швейцарии и является абсолютно нормальным. Все прекрасно знаете, что мы здесь все застрахованы. В Швейцарии медицинское страхование является обязательным. И как кто-то вчера написал, что как только ты откажешься от страховки, тебя депортируют из Швейцарии, это сплетни и вранье, потому что такой процедуры нет в Швейцарии. И даже если вы себя не застрахуете, вас никто депортировать не будет, мы выставят счет задним числом за весь период нахождения в Швейцарии с первого дня пересечения границы. Поэтому не стоит разводить сплетни. Так как мы застрахованы, и, естественно, мы сами платим за свою страховку, то и счета мы контролируем. И очень много и часто бывает каких-то ошибок в этих часах. Например, как вы уже заметили, в Швейцарии оплата врачам происходит за каждые 5 минут. И иногда, проведя у врача в кабинете, допустим, 10 минут, ты получаешь счет, а там первые 5 минут консультации, вторые, третьи, пятые, десятые, и идет вот такой вот огромный счет. И, естественно, я человек, который платит за свою страховку самостоятельно. Я звоню сначала к врачу либо в страховую компанию, кто уже оплатил этот счет, и говорю, извините, но это неверно. И я провела в кабинете максимум 10 минут. А здесь написано то, что не соответствует действительности. И, естественно, страховая уже компания начинает разбираться с врачом, чтобы он не написал лишние услуги. В моем случае был такой пример, когда я завалила ковидом в самом начале, когда еще все было закрыто, на карантин, и в больницу даже попасть было невозможно. Я там провела максимум полчаса. Мне измерили давление, температуру, и отпустили домой. Когда я получила счет, там стояло, что у меня было сделано обследование. Мне дали медикаменты. И, естественно, сумма счета составила 400 с чем-то франков. Естественно, я позвонила в страховую компанию, начала возмущаться, что это все неправда, и оспорила этот счет. Так вот, сейчас в связи с тем, что огромное количество украинцев находится в Швейцарии, и их медицинскую страховку оплачивает социальная служба, то, естественно, они хотят точно так же получить доступ к вашим данным, так как они являются тайной, врачебной тайной, чтобы контролировать вот таких вот врачей, которые сейчас под шумок списывают разные услуги. Это уже никому не является секретом, что в обычной жизни, если я сегодня захочу сделать себе МРТ, то мне нужно будет, во-первых, быть чуть ли не при смерти, а во-вторых, ждать обследования в 3-4-5-6 месяцев. В то время как украинцам врачи охотно эти обследования назначают, причем одно за другим, лишь бы заработать, как говорится, и именно поэтому хотят эти моменты сейчас как-то контролировать. Второй момент, когда понадобится такая подпись жителям Швейцарии, значит, когда мы работаем, мы застрахованы работодателем на случай болезни, то есть больничный оплачивает нам специальная страховка, куда мы делаем отчисления с нашей зарплаты. Так вот, когда человек заболевает, врач не пишет в больничном его диагноз, он просто пишет, что человек болен и освобожден от работы на 100% на неделю. Потом неделя проходит, еще на неделю, еще на неделю, еще на неделю, и так может длиться 3-6 месяцев. Естественно, когда больничный затягивается, то страховая фирма, где застрахован этот работник, они связываются с заболевшим и выясняют у него по телефону, чем конкретно он заболел, и просят у него дать фольмахт, это как бы генеральную доверенность, опять-таки подписываешь документ, что ты разрешаешь им связаться с твоим врачом и выяснить причину твоей болезни, потому что они оплачивают твою жизнь на момент болезни. Они хотят узнать, действительно ли это так все серьезно, как пишет врач, а не просто так, выписывает тебе больничный и таким образом вводит их в лишние расходы. То есть, кто платит, тот заказывает музыку, и в этом нет ничего страшного, и если я откажусь давать такой документ, то, естественно, они могут отказаться, выплачивать мне мою зарплату на момент болезни. Поэтому соглашаться или нет, подписывать этот документ или нет, это ваше решение. Никто вас заставлять не будет, но будьте готовы к тому, что социальная служба, которая оплачивает вам медицинскую страховку и ваши расходы, так как у вас франшиза ноль, франшиза это те расходы, которые вы платите со своего кармана. Будьте готовы к тому, что социальная служба, которая оплачивает вашу страховку, она точно так же может отказаться оплачивать вам какие-либо услуги от врача, пока вы не объясните, почему вы так часто болеете, и как объяснили мне девочки украинки, которые, допустим, знают уже такие ситуации от знакомых, что их социал посылает куда-то на курс либо на работу, и они приносят справку от врача. Болит? Ой, я не могу, я заболел, я заболел, я заболел. Вот для таких вот ситуаций, из-за таких людей и хотят сейчас иметь контроль над медицинскими моментами, которые, естественно, стоят очень дорого, потому что, когда ты сам платишь за страховку, ты просто так не ходишь к врачу. Если бы вы за каждый прием платили по 300 франков, имея высокую франшизу, то вы бы сто раз подумали, стоит идти к врачу или нет, потому что зачастую поход к врачу заканчивается выпиской до фолгана, который у вас уже дома 100% есть. Вот, так что ничего страшного в этом нет, никто вас на органы не планирует, как уже пустили слухи впечатлительные украинцы. Это абсолютно нормальная практика в тех ситуациях, когда задействовано третье лицо, которое покрывает ваши расходы и хочет иметь доступ, либо контролировать ситуацию, что действительно ли эти расходы обоснованы, либо это, опять-таки, неконтролируемый обман государства либо социальной службы. И, кстати, все люди, которые получают социал в Швейцарии, вне зависимости от национальности, они точно так же дают фоль махт на контроль служб их медицинских расходов. Ну, а что вы хотели? В этом и отличается страховая медицина от обычной, да, потому что страховка оплачивает часть наших расходов, и, естественно, они хотят держать руку на пульсе, чтобы их не обманывали, что это действительно обследование, которое нужно человеку, а не просто так, чтобы деньги тащить из общей кассы, потому что вы знаете, что в Швейцарии медицинское страхование – это касса взаимопомощи. Все туда скидывают деньги, и когда кому-то надо, из этой кассы берется. Если будут все выбирать без надобности, то, естественно, это будет вести за собой увеличение наших ежемесячных платежей. Все равно мы все это оплачиваем с нашего кармана, как ни крути. Я думаю, что я вас успокоила немножко. Надо пообщаться с вами в комментариях, есть ли в ваших, в других кантонах тоже такие нововведения, и сталкивались ли вы с врачебными ошибками, когда в счете написано не то, что было на самом деле. Это может быть механическая ошибка, а может быть умышленная, чтобы таким образом, зная, что вы не понимаете ничего, что стоит в счете, что вы никуда не позвоните и не будете возмущаться, вам просто приписали какие-то услуги, которых вам никто не оказывал с целью устраховки выманить эти деньги. Бывают и такие ситуации. Не буду утверждать, что они делаются умышленно, будем надеяться, что они делаются по ошибке, но никто от этого не застрахован. А страховые компании, а социальные службы, которые несут эти расходы, точно так же хотят держать руку на пульсе, как и вы. Если бы вы платили за страховку со своего кармана, вы бы точно так же контролировали бы каждый счет и возмущались, если бы вам приписывали то, чего вам не оказывали. Так что не стоит бояться переживать. Если возникают какие-то вопросы, лучше спросите лишний раз, чем вводить в панику себя и распространять неправильную информацию. Рада буду всегда вам помочь в таких вот информационных моментах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами уже завтра. Пока-пока. А у нас опять проливной дождь и собачий холод. Когда же уже начнется лето? О, и пазарчик. Новенький выкладываю. Так вот. КОНЕЦ Продолжение следует...